Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Рекультивацию свалки в Костино завершат к ноябрю 2024 года. В поселке ведутся работы по восстановлению земли в рамках нацпроекта «Экология». Место является крупнейшим объектом накопленного мусора в регионе. Свалка делится на две части – старая и полигон, который использовался с 2006 по 2019 год. В настоящее время формируется единый террикон отходов. Мероприятие рассчитано на два года завершения рекультивации, запланировано на 1 ноября 2024. По этому же проекту идут рекультивации шести свалок, расположенных в границах городов. В Слободском и Вахрушем работы закончились еще на четырех объектах, ведутся на двух – в Малмыже, в Амутнинске и в Костино. Рекультивация свалки в Костино – самое сложное и дорогостоящее мероприятие, отметили в областном правительстве. ЭКОНОМИКА В эфире «ЭКОНОМИКА» Пассажиропоток «Победилово» вырос на 21% за 8 месяцев этого года. Через Кировский аэропорт прошли 290 тысяч пассажиров. Это на 21% больше, чем за такой же период прошлого года. Как отмечают в аэропорту, рост пассажиропотока связан с увеличением количества рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В Кирове выполняет их авиакомпания «Победа». Самое популярное направление – Московское. Перелеты в столицу и обратно совершили порядка 140 тысяч пассажиров, то есть почти половина от общего числа. Напомню, на данный момент из Кирова выполняют регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьенмар и Казань. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «ЭКОНОМИКА» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова